Всем привет! Я решила научиться делать ковры, как на Пинтерест. И для этого, конечно же, я пересмотрела кучу видеоуроков на Ютубе. Вообще, хороший ковер это равно сочетание трех идеальных вещей. Правильные иголки, нитки и ткани. Иголка должна быть идеального размера, нитка должна идеально подходить под иголку, и чтобы она там не застревала и свободненько ходила, но недостаточно свободненько ходила. Ткань нужна, чтобы была не слишком плотная, не слишком жесткая и не слишком расхлябанная, и чтобы держала нитку. В общем, все должно быть идеально. Короче, мне показалось, начать делать татушки было гораздо легче, чем начать делать ковры. Но я не сдаюсь. На Пинтересте я нашла такие картинки с подстаканниками, поэтому рисуем круг. Опа. Это типа инь-янь. Вы знаете, в каких-нибудь туториалах себя показывают, и все так просто выглядит. Красиво, легко, а на деле получается какая-то хрень. Вот типа вот этого вот. Я в шоке. У меня отвалился кусок пальца, потому что эта ткань слишком жесткая. Двадцать восемь ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? The next day. Итак, к вашему вниманию, моя первая попытка. Целый мини-ковер. Конечно, он получился косячным, потому что здесь есть слишком длинные ниточки, которые торчат. Но у меня в запасе есть одна очень интересная техника. Где-то я видела, что вот такие вот ковры потом в конце подрезают машинкой, чтобы он такой получился скошен, гладенький, ровненький. Поэтому грех не попробовать. Дядя Толик, подстриги меня под нолик. Подстриги меня под нолик. Я срезала одну ниточку. Успех. Что-то она как-то криво работает. Опачки, опа, пошла. Я побрила ковер. Он стал гораздо мягче, прям приятнее, пушистее. Мне понравилось. Такой хороший стал. Мягкий. Для первого раза это бомба. Ткань, которую я использовала в этот раз, это была ткань для вышивки. Но она оказалась супер жесткой и твердой, так что я натерла очень много мозолей. Поэтому я заказала новую ткань. По сути, вот они почти одинаковые. Но вот эта ткань гораздо мягче, такая эластичнее. Поэтому она должна поберечь мои пальцы. А еще в этот раз я решила взять коврик побольше. Это будет туалетный коврик. Ну и для начала, конечно же, мне нужно придумать дизайн. У меня есть нитки вот таких вот цветов. Больше всего, конечно, у меня голубых ниток целых три матка. Поэтому возьмем голубой за основу. Аааа, почему это похоже на Казахстан? Нужна какая-то очень креативная надпись. Например. О, креативненько. Я закончила. Мне нравится. Гениальный эскиз. Кстати, я замерила мой унитаз, сколько мне нужно в длину этот коврик. И длина гораздо больше, чем моя рамка. Что-нибудь придумаем. Да, было бы неплохо. Супер ядерный понос, он затмит твой мозг. Я, кажется, придумала гениальную мысль. Идея заключается в том, чтобы повесить эту ткань на монитор и обвести буквы. Кто гениальный? Я гениальный. Полина, я краю глаза заметила. Что ты делаешь? Да так. Понимаешь, что если она сейчас перейдет, типа на экран, ты не отмоешь экран. Там очень хрупкая штука. Там очень пленка тонкая. Полина! Полин! Да все нормально, все под контролем. Точно? Ну, мам! Я не буду сильно прижимать к монитору, чтобы Антон не ругался. Я решила не мучиться этой дурацкой рамкой, и поэтому съездила за пальцами. Ну вот, по-человечески теперь все удобненько закрепилось. Как легко входит и выходит. Ребята, я нашла ту самую ткань. Вы не представляете, сколько радости, когда ты нашел реально хорошие материалы. Ура! У меня получается! Антон у меня украл рамку, сказал, что тоже хочет делать ковры. Повторюшка, нет, я хочу. Да, я хочу тоже повязать. Или что это? Что это за девочка? Вообще, это называется punch needle. Тафтинг. Я знаю только one punch, мам. А ты знаешь, когда? Смайл! Смайл! Антон захотел делать коврик, который я тоже хотела делать. Он захотел делать... Что ты захотел делать? Коврик, который ты хотела сделать. Нагоходовочка. Карточка уна. Карточка уна. Пов в маркер. Вышивали будешь по красной, понял? Угу. Учим Антона. У тебя есть игла. Шила. Пихай вот так вот через дырочку. А что это? Стоп, а что я сам не без носа могу? Ну попробуй, на! А что, дебил? Продел. И теперь через внутрь, туда. Куда? Вот сюда. Сюда? Да. Видишь, как она? А, на, на. В ручки бери. Послушай внимательно. Обязательно нужно, чтобы эта нитка была свободной. Если она будет натягиваться... Ага. Ты запомнила? Я вижу, глаза какие-то у тебя тупые очень. Тебе нужно постоянно вот так вот делать. Антона, ты не слушаешь! Я слушаю. Хоп, до конца. Ага, вау. Ага, вытаскиваешь и не отрываешь от ткани. От ботовой. Не отрываешь. И дальше, палец убери, проткнешь. У Антона первые петельки, поздравим его. Вяжем, девочки. У нас клуб. Клуб очумелые ручки. Вот столько за один вечер мы с Антоном успели навышивать. Ну, как вечер? Тут часа. Два часа, и я сделал почти весь ковер. Да, почти. Напишите в комментариях, что Антон молодец. Он тут будет черный писем. Думаю, тут. Антон, ты молодец. Спасибо. Да, у меня Казахстан. Правильно, не Тенге, а Тенге. Ребята, это провал. Это провал. Где-то одна треть ковра уже готова. И я только сейчас поняла мою главную ошибку. Я неправильно написала. Потому что это лицевая сторона. А это изнаночная. И она будет задом наперед. У меня нет слов, как этот тупак. Я не знаю, что мне делать теперь. А дальше видео будет зеркальным. Я в зеркале. Какой вам, Антон, нравится больше? Этот или этот? Какая вам на зря Антону больше нравится? Левая или зеркальная? Левая. Прекрасно. День твой пусть начнется. Хорошим чем-то обернется. Настроение целый день смотреть танцы на ТНТ и вышивать ковер. Я почти его закончила за три дня. У меня супербыстро получается это. И мне настолько это нравится. Я обалдею. Делать ковры это топ вообще. Я доделала ковер. Получилось не все, как я задумывала. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Потому что я конкретно облажалась с ним. Но если его зеркали, то он просто идеальный. Кроме этого ковра, я успела сделать еще вот такой вот маленький ковер. Это типа пилюля. Челпил. 100 миллиграмм. Ковры почти закончены. Осталось взять одну штучку и промазать с другой стороны ковер, чтобы он не разлетался. Это типа гидроизоляция, что-то там. Она поможет с другой стороны ковра сделать такой вот резиновый эффект. Как это открыть? Чтобы ковер служил нам долго и вечно. Сметанка. Очень напоминает какой-то тортик. Типа какие-то коржики с кремом. Интересно, насколько эта штука токсичная. Потому что воняет она жестко очень. Открываем окна. Открываем. Я доделала ковер. Остается только ждать, пока это все высохнет. И знаете что? Я такое придумала. Я увидела вот такую вот классную идею в Пинтересте. И я подумала, а кого я могу сделать так же? В голову пришла только одна мысль. Да, он самый. Чтобы можно было так вот ножками ходить по нему и любоваться. Пойдемте, сделаем фотографию для эскиза. Антон, Антон, посмотри сюда. У меня усы не сбиты. Это не усы, это я нарисовал. Они просто так растут. Мне нужно, чтобы ты сделал хорошее такое лицо. Четко, ровное. Четко, ровно. Да, четко. Щелк. 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 Смотри в камеру. Щелк. Открой глаза. Алло. Представь, что я тебя фоткую на альбом выпускной. Щелк. Улыбнись. Щелк. Все, спасибо. Спасибо за позы. Давайте пожму вам руку. Пожму вам руку. До скорой встречи. Мы с вами еще увидимся. Пока. Пока. Просто сфоткать Антона недостаточно. Нам нужно разбить его лицо на пять цветов. Я уже в одном приложении сделала пастеризацию его фотографии. Сейчас мне нужно дорисовать самой. Та-да. Мне уже не терпится поскорее начать. И как обычно, повторяем нашу супер технику. Это оказалось гораздо тяжелее, чем предыдущий эскиз. Вообще и хрена не видно. Вот что мне удалось перерисовать с монитора компьютера. Что-то вроде нарисовываются, какие-то черты. Но все равно тут практически ничего нет. Я не знаю, что получится в итоге. Пожелайте мне удачи. Опа-на. Ну вот как-то так. Тут я в голове крест спрятала. Это будет как оберег от сглаза. Спустя много дней я наконец-то додела ковер с Антоном. Но покажу я вам чуть попозже. Сначала вы должны увидеть вот это. Ковер Антона. Ну... Короче, он мне его дал, сказал, чтобы я его чуть поправила. Я, конечно, не обещаю. Но мы сейчас что-нибудь попробуем сделать с ним. Я хочу чуть-чуть срезать ниточки, которые торчат. И подровнять вот этот бугор. Тут Антон перестарался. Моя страсть заражать себя и других людей червями-паразитами. Вот что у меня вышло. Чуть-чуть вроде стало получше. Но все равно. Пишем в комментариях, что хэштег Антон молодец. Какой ковер забабахал, смотрите. Найки. На счет 3 показываю вам ковер с лицом Антона. Я уверена, после этого видео вы тоже захотите делать ковер. С лицом Антона. 3, 2, 1. Капец, он огромный получился. Единственный минус, конечно, немножко косоглазенький получился. Но кто сказал, что в жизни у него прямые глаза? Я прям в восторге. Пойдемте узнаем мнение Антона. Я ему еще вообще ничего не показывала. Это будет первая реакция. Пошли. Как вы думаете, ему понравится? Я думаю, очень. Антон, закрой глаза, закрой глаза. Все, на счет 3 открывай глаза. Раз, два, три. Смотри вот туда. Капец, оно похоже. Правда? Да. Тебе нравится? Ну, как это лицо может не нравиться? У тебя, походу, талант. Да. Делать говняные лица. Ладно, шучу. Смотрите, на это хлебало и на мое хлебало. Снова на это хлебало и на мое хлебало. Да, всегда мечтал. А хочешь посмотреть на твой ковер? Я его чуть-чуть доделала. Смотри, на. Слушай. Охреново у меня получилось. Почему у меня все так криво? Это что вообще такое? Нет, хорошо получилось. Хорошо получилось, если не смотреть на стрелочки. Вот так хорошо. Там, где рисунок, все плохо. Хэштег Антон молодец. Это твой первый ковер. И последний. Походу, да. Пишите в комментариях, понравились ли вам наши ковры. Конечно, понравились. Как еще-то? Да. Мы открываем семейный бизнес. Мы будем делать бабки, мы будем делать шапки. Мы купим себе тапки. Напишите в комментариях, хотели бы вот такой ковер с лицом Антона себе. Гигачат. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм. Смотрите другие видео и обязательно ставьте лайки. И напишите в комментариях, чему бы мне еще попробовать научиться. Пока.